Летом была конференция азиатских церквей на Иссыкуле, и мы туда летели поддерживать наших братьев и сестер. И лидеры азиатских церквей спросили меня, могу ли я сделать там учение. Я сказал, конечно, хочу вас поддержать, могу. Какая тема вас интересует, я спросил. Они мне сказали, план по спасению мира. Я не шучу. Ну, я сначала это как шутку воспринял, но потом оказалось, что все всерьез. Поэтому, ребята, я сделал там учение, и оно как выглядит, получилось интересно. Нам было о чем пообщаться после него. И поэтому я, конечно, его переработал. В общем, идея, я хочу предложить сегодня изучение писания на тему план по спасению мира. Хорошо. Я думаю, что в процессе урока вы поймете, что здесь нету сарказма. Есть какое-то рациональное зерно. Кто мы такие, чтобы утверждать план по спасению? Вот с этого он начал. Мы уже проходили эту историю нашей церкви, такие дела. Молиться, да, мы можем о спасении мира. И, наверное, сегодня можем помолиться после учения, если хотим. Но как составить план? Один персонаж известный мультфильм о советских времен, у которого всегда был план. Есть ли у вас план мистер Фиксист, вы помните? У меня всегда есть план. Но, объективно говоря, этот план редко был успешным. Мы можем сколько угодно наделать в планах, но что из этого получится, большой вопрос. Давайте начнем в виде некоторого введения. Иакова 4, 15, 16. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем и то, и другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Ответьте прямо на вопрос. Планирование – это зло или нет? Нет, что зло? Тщеславие. Да, здесь может происходить путаница. Читая этот трех, мы можем думать, ну, Иаков говорит, нам не надо ничего планировать. Вовсе нет. Тщеславие – это зло. В нашей истории, честно говоря, в истории нашей штепки, тщеславия была предостаточно. Нереально амбициозные цели, нелестные высказывания в адресу различных динаминаций, мы это все видели, утверждение нашей исключительности, собственно. Не пошлось без этого, к сожалению. Но нам же не обязательно ошибки повторять. Как сегодня я, Сережа, читал трех, забывая задние, простирая вперед. Мы же можем реально задних забыть, ну, в смысле, положить его. Не обязательно его с собой тащить. Мы можем простираться вперед, сделать поправку, работать над ошибками. И вот Иаков дает нам понимание правильного отношения. Он всего две вещи предлагает добавлять нам в логику планирования. Если мы что-то планируем, давайте добавим сюда две вещи. Первое. Если будем живы. Это сразу скрепляет. Пока мы живы, у нас есть возможности какие-то. И надо от возможностей отталкиваться. Ссылка на отрывок их 10, 9-й, глава сих 10-й. И все, что может рука твоя по силам, делай. По силам. Это продолжение, потому что на килл воды пойдешь, вообще ничего не будет. Работы, конечно, ничего. Все по силам. Даже современный менеджмент учит планирование, смарт-планирование, да, смарт-цели. Они должны быть достижимыми. Если цель, как бы, нельзя измерить, цель должна быть измеримая и достижимая. Если она не измеряется и не достигается, то это не цель какая вовсе. Поэтому, обратить весь мир в поколение, это цель или нет? Мич, да? Для кого? Ну почему? Весь мир это измеримо. В одном поколении это во время измеримо. Достижима ли это вопрос? Вот. Скажем, обратить Москву, это достижима или нет? Всю Москву. Не достижима. Она резиновая. Она резиновая. Не только обратила послуживаться. Просвет на грех. Это очень смелые мечты. То есть, эти мечты должны иметь место в наших сердцах. Плохо, если мы потеряли такие масштабы мечты. Но мечта и цель все-таки вещи разные. Давайте на это обратим внимание. А обратить одного человека в твоей домашней церкви, это полный себе измеримая и достижимая цель. Да, это классно. Понимаете разницу? Угу. Юго-Восток проходил через переосмысление целей около 10 лет назад. Может, кто-то из вас это помнит. Была конференция, где Саша Бадашвили предложил установить цели, которые мы раньше не устанавливали. Конец 2000-х годов, такой был некоторый развод и шатание. И Саша предложил, давайте сделаем вот что. Сколько у нас домашних церквей? 20. Давайте мы возьмем простую цель. Может ли одна домашняя церковь в течение года одного человека обратить? Мы сказали, можем, почему нет? Это не выглядит страшно чем-то. За год мы их крестили по 21-го, 22-го, что ли, человека. Мы с этим справились. То есть не все домашние церкви, но в целом, как регион, да. У нас не было задачи, давайте обратим вот как отсюда до Балашки. Нет такого. Жаль. Жаль. По силам, по силам. То есть цели должны быть по нашим силам и достижимы. Второй критерий, который я предлагаю использовать, воля Господа. Если будет надо воля Богу. Без воли Господа просто вообще ничего не получится. Ссылка на Псалом 126, стих 1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Никто из нас, я надеюсь, не хочет впустую трудиться. Мы не хотим трудиться, 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 и это ничем не кончится. Да? Если мы хотим, мы же хотим видеть плоды, поэтому нам так важно искать, находить волю Господа. Например, Евсианом 5, 10. Испытывайте, что благоугодно Господу. Надо все время думать, то, что я сейчас делаю, то, что мы как церковь сейчас делаем, это вообще Бог-у-у-у-у или нет? Если да, давайте усилим. Усилие приложим. Если нет, давайте сделаем поправки. То есть, чуть-чуть более гибкими надо быть. В чем воля Бога для нашей церкви? Хочет ли Бог, чтобы все ученики Московской церкви сохранили свою верность? Мы можем ответить однозначно? Мы можем. Хочет ли Бог, чтобы Его Слово прозвучало для всех жителей Москвы? Да. Хочет ли Бог, чтобы многие люди отдали спасение посредством проповеди учеников из нашей церкви? Ну, не обязательно, но почему бы и нет? Почему бы и нет? А тут, ну да, в чем тогда поиск воли, если все так понятно, в чем поиск воли Бога? Поиск воли Бога отвечается, находится в ответе на вопрос, как это сделать. То, что это хорошо, это мы соглашаемся. А вот ответить на вопрос, конкретно ответить на вопрос, как нам нужно действовать, чтобы это было угодно Господу, это вопрос более сложный. Что конкретно нам делать и чему себя посвятить? Римлянам 12, 1, 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашу жертву живую, святую, благоугодную Богу для, подчеркиваю, разумного служения вашего. И не сообразуйтесь в сверховсе, но, подчеркиваю, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, блага и угодная, и совершенная. В этих словах Павла есть подсказка, как действовать, чтобы мы знали волю Бога. Что вы видите, как? Обновиться мозгами. Другими словами, думать надо. Это некоторый мозговой процесс переосмысления происходящего, обновление ума, разумное служение. Это значит по-новому взглянуть на какие-то вещи, процессы или явления, устоявшиеся. Подвергнуть сомнению устоявшуюся за много лет точку зрения. Задать все вопросы, зачем я делаю то, что я делаю? Почему я верю в то, что верю? Действительно ли так важно то, что я считаю важным? То есть некоторые твердыни в своем сердце разрушить, которые неизвестно откуда взялись. Честно говоря, наша религиозность, да не обидится на меня никто, мешает нам обновляться уму. За много лет во Христе мы привыкли к определенному порядку вещей. К нашему церковному расписанию, даже к формату печатных планов, к нормам христианского поведения, к формату наших благослужений. Мы привыкли. Бывает даже, что жизнь в рутину скатывается, свежестью жизнь не достаёт, поэтому сейчас обновление в любви. Но мы так привыкли. И выскочить из этого порядка вещей бывает очень сложно. Если говорить обо мне лично, когда в церкви пошел движняк по смене какого-то формата воскресных собраний, я был очень этому рад. Я был один из тех людей, кто говорил, это классная идея, давайте все поменяем. Давайте уберем этих стоящих певцов вот так вот возле микрофона. Давайте уберем пиджаки и галстуки. Давайте сделаем что-то интересное. То есть я был очень зажжен обновлениями в церкви, но я довольно быстро заметил, что я эти обновления идеализировал. Потому что когда предлагается еще какая-то более свежая идея, я уже застрял на своем уме. Не, пока нет. То есть обновление ума – процесс как бы непростой, я бы даже сказал противоестественный. Помните, Иисус сказал, никто попробовал старого вина, не захочет участного дома, потому что старое лучшее. Это старое лучшее – это наше все. Нет более интересной группы для каких-либо изменений, чем церковь. Церковь во все времена тормозила науку и прогресс. Науку не тормозил, прогресс. Прогресс и пауки. Да, да. Все, к чему мы привыкаем, это нам… Самая лучшая дорога – она, которую знаешь. Все, к чему мы привыкли, нам вот так вот удобно. Старое – друг лучше, новый – с двух. Все старое лучше нового нам. Сейчас я скажу. Что? Среди обращения мира, так как с такой другом. Я вам скажу, когда еще в своем институте на маркетинге нам объясняли, что всего 5% населения земного шара на самом деле с легкостью принимают инновации. Те люди, которые говорят, да я модный, да я сейчас легко одену самое модное одеяние, да я за всеми новинками не успеваю, это наглая ложь. Всего 5% населения с легкостью сделает что-то новое. 95% населения земного шара очень консервативная. Ну, степень разная. Наверное, вы замечали за собой. Когда выходит какая-то, не знаю, появляется какая-то мода на одежду, сначала вы говорите, я это не одену никогда. Через год вы говорите, ну, чего, можно, еще через год вы это покупаете, а это уже не новое. Мода уже поменялась. Нам всегда удобно жить в каком-то таком своем формате, в своем любке. Другой пример. Если вы, представьте себе, что у вас стоит сверхзадача перевести бабушку на новую квартиру. Со старой миссии. Бабушка убирается как может. Ей не будут вдохновлять аргументы, что бабушка, ну, эта квартира лучше. Посмотри, ну, что ты в этом доме живешь? Здесь больше, светлее, водопровод, канализация. Она говорит, это мой дом, я никуда отсюда ехать не хочу. То есть вы видели такое? Изменения какие-то, даже которые кажутся положительными, мы принимаем с трудом. И, на самом деле, обновление ума об этом сегодня пробуем. Мы будем говорить о плане по спасению мира. На самом деле, мы будем говорить о плане по обновлению нашего ума. Потому что, если мы это не сделаем, какое спасение мира, ребята? Итак, короткий итог этого вступления. Два условия Теакова. То есть, будем живы и воля Господа. Мы должны соблюсти оба этих условия. Все пусть для плана от А до Б. Хорошо. Основная часть урока. Переходим к ней. Мы будем отвечать в 17 главу книги Деяний, как было заявлено. Понаблюдаем за действиями апостола Павла. Как раз посмотрим, как обновлялся умом сам Павел. Потому что мы прочтем о том, как ему предстояло сделать что-то новое в его жизни. В этом году была конференция, как она называлась, в Новосибирске. Поводорожный корпус. Когда подростки поехали из разных городов, они там придумали новый термин бессмерской деятельности. Они придумали слово «мессировать». Пойдем мессировать. Да, пойдем мессировать на улицу. Мы посмотрим сегодня, как мессировал апостол Павел. Итак, Деяние 17 главу открываем с 1 по 4 стихи. Пройдя через Альфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская сина Бога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что с ней Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, штущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Давайте посмотрим, место его проповедей, где он проповедовал? Синагога. Что такое синагога? Это иудейская община в языческом мире. Это территория Греции, напомню. То есть храм неизвестно где, они живут в Греции. То есть вот есть место, куда иудей может прийти, встретить себе подобных единоверцев, где открывается Писание. Какое Писание? Тор открывается, да, в псалмы, наверное, в книге пророков. И Павел отправляется туда. Почему туда? Он, напомню, ученик Гамалиила, с высшим духовным образованием того времени, отлично знающий Писание, он приходит туда и кому проповедует? Своим. Не зная то, что он находится в Греции, он проповедует иудеям. Какой эффект? Великое множество, а особенно женщин. Классно. Читаем дальше. Снадцатая глава, с десятого по двенадцатый стихи. Отрывки наших первых принципов. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в верю, куда они, прибыв, пошли в Синагогу и Удейскую. Повторяется сценарий. В Новом городе. Здешние были благомысленные фессалонистских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писания, точно ли это так. Павел поднял стандарт. В том городе три субботы, в этом городе каждый день. И многие из них воверовали, и из зеленских почетных женщин, опять-таки, и из мужчин немало. Тоже есть эффект. Что мы видим? В двух городах Павел действует по одинаковой схеме. Приходит греческий мир, языческий мир, приходит в Синагогу, общается с единоверцами. Одинаковые действия, один и тот же план, один и тот же результат. Синагога. Иудейская диаспора на греческой территории. Вы заметили, что в разных странах существует землячество, такие национальные. Люди как-то любят на чужбине в кучке сбиваться национально. У нас есть, условно говоря, армянский диаспорт, корейские церкви. Они почему-то держатся вместе. Кавказские и азиатские товарищи находят друг друга молниеносно. Есть русское иммигрантское общество в Америке. Они живут там, но они кучкуются все равно. Вот нечто похожее происходило здесь. Предпочитают держаться вместе, особенно на чужбине. А изучение Писания, вот в случае с Павлом, очень понятный и подходящий для этих ситуаций метод. Потому что иудеи, живущие даже в языческом мире, имели представление о законе и пророках. И, в общем, Павел с легкостью пользовался эффективным инструментом благоприятия. Некоторые сравнения себе позволят. Те из вас, кто в церкви с ее основаниями, с первых лет. Даже я крестился, когда церковь была чуть меньше пяти лет, в Москве. Даже я это уже не в такой мере прочувствовал. Но если вы крестились раньше, вы, наверное, не могли не заметить, что американские ученики, команда миссионерская, приехавшая в Москву, открывшая в московскую церковь, вместе с верой принесла сюда и культуру свою. То есть, они приехали в русский мир. Это было привлекательно для постсоветского общества. Многие приходили на американцев посмотреть на собрание, потом оставаясь крестинским. Но это привело к тому, что наша церковь в первые ее годы, особенно, в некотором смысле, стала носителем американской культуры. Изменился язык, изменились акценты. Это просто как шелк, вот эти выражения, все эти, как там, дейты, и байбл-токи, и все эти штуки. И вот, переводы песен ужасающие. Если мы посмотрим переводы песен того времени, ну что это? Иисус Гаспорт мой пели, Иисус Гаспорт мой Спаситель. Почему Гаспорт-то? Я ради раз песня, счастлив человек, он как дерево, знаете. Один из крестей сказал, сами вы как дерево. Смотрите, это был естественный процесс подражания наставникам вообще. Были сильные духовные личности, которому многие, знаете, там подражали. И мы хамнули культуру. И церковь, как бы, наша церковь, она была какое-то время полна американизмов. И до сих пор мелькает, до сих пор мелькает, совершенно верно. И, ну, однажды, настало время перестать быть американской церковью, начать быть русской церковью, в конце концов. Потому что, если вначале это привлекало людей, то потом это стало отталкивать. Это стало отталкивать. Надо перестраиваться. Чтобы быть понятным обществу, в котором мы живем, надо перестраиваться. И это не только наша церковь касается, это и другие конфессии касается в равной степени. Если кто-то пытается проповедовать свою систему ценностей, он должен быть понятным обществу. Если мы проповедуем нашу систему ценностей, мы должны быть понятными обществу, а не нести с собой какую-то иную культуру. Если говорить честно, мне кажется, что наша церковь похожа на иудейскую синагогу в Греции. То есть, вот где полет. Мы собираемся, у нас между собой все свои, как бы такое землячество. Отличат Писание, нам полностью понятно. И мы как маленький островок такой культуры, как правильно сказать, маленький островок в мире совершенно иной культуры. У нас свой микроклимат, у нас своя атмосферка какая-то, да, свои какие-то традиции. В общем, какой такой островок. Давайте посмотрим, что дальше происходит, да. А, нет, прежде такая мысль. Евангелие, которое проповедуется нами, достигнет прежде всего тех, кто похож на нас. Если перед нами станет задача проповедовать тем, кто на нас не похож, мы столкнемся с объективными сложностями. Читаем дальше. Диане 17 глава, стих 13-18. Когда фестивальские иудеи узнали, что и в Верии проповедовано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая, возмущая народ. Тогда братья тойчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Как будто идущего к морю. Как будто идущего к морю. А Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, в столицу он пришел, получив приказания к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему отправиться. В ожидании их, вот это сейчас читайте, важно. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал все на эпохе с Иудеями, считающими Бога, и все на площади со встречающимися. Пару моментов. Павел попадает в город, в котором тоже была синагога. И как мы видим, он выбирает тоже тот же путь. Еще на площади, да, идет туда. Страдал душой при виде этого города. Это важно, мы к этому вернемся через пару отрывков. И вот что происходит. 18-21 стих. Некоторые из эпикурийских исторических философов стали спорить с ним. На площади, видимо. И в синагоге же. И одни говорили, что хочет сказать этот свой слов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. Потому что он благовествовал от Иисуса и Воскресения. И взяв его, привели в Ариапад и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою. Ибо что-то странное привлагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие в них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-либо новое. Какие ребята подкатили к папу? Кто это такие? Философы. Какие? Эпикурийские и исторические. Я не силен в этих формулах. Мои знания посредственные из каких-то доступных энциклопедий, и справочников, но я понимаю это так. Это представители двух популярных философских школ. Если коротко, то общее между ними, между этими двумя школами, было то, что они исповедовали принципы человеческого счастья. Но предлагали достаточно по-разному. Эпикун учил своих последователей свободно пользоваться внешними благами. Пожалуйста, учил благоразумному наслаждению жизнью. А Зенон, это лидер стойков, да, учил, что человек должен стремиться к душевному спокойствию, буквально к апатии, без страсти, ничего не хотеть. То есть и те, и другие хотели, чтобы было счастье всем, только одни говорили, хочешь счастья, получай удовольствие, другие говорили, хочешь счастья, меньше что хоти. Ну, как-то, ну, вот. И вот эти ребята подваливают Павлу и говорят, ну, как, что ты тут забегаешь? Ну-ка, пойдем, пойдем, выйдем. Павел попадает в новую ситуацию. Смотрите, с синагогами закончилась тема. Он в ареопатии, его новая аудитория вообще не иудея никакой. Люди, которые построили свою жизнь на совершенно другом основании. Другая культура, другая религия, другие ценности. Мы сейчас разберем проповедь Павла. Потому что проповедь Павла, вот эта, которую мы сейчас прочтем, она заслуживает пристального внимания. Что он говорит и что он не говорит. Читаем. Павел начинает свою проповедь в 22 стих. И став Павел среди ареопатии, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно намужны. Это важно. На самом деле, это современный ораторский прием, начиная с похвалы и аудитории. До сих пор спикеры так делают. Комплимент аудитории – это правильный ход, чтобы всех завоевать. Обратите внимание, то есть, это же репностный человек-то Павел. Но он повел себя не так, например, как в Верском Завете, порок Илья, по отношению к порокам Павла. Помните, как он с неба и в общем. Он, несмотря на то, что полностью другая вера, и они к нему имеют претензию, начинают с похвалы, а не с осуждения. Важно. Дальше. 23 стих. Что он говорит? Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неедомому Богу, и сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Напоминаю. Некоторые время назад мы прочли, что Павел ходил по Афинам и что? Скорбел душой того, что город был полупидор. Теперь, когда предстала возможность сообщить об этом грекам, где напряжение? Где оно здесь? Там дальше. Где страдания душой? Он говорит, ваши святыни. Он не говорит слово идол. Он говорит, я осматривал ваши очень уважительно. Вопрос. Уважаем ли мы ценности неверующих людей? Нет. Нет, ну кроме денег раз. Смотрите, это на самом деле важно, потому что этими словами Павел завоевывал эту аудиторию. Он не начинает со слов «Все гады грешники в аду сгорите, если не могу». Он выказывает свое расположение, хотя мы знаем, как он чувствовал себя по отношению к этим людям. Уважаем ли мы ценности неверующих, это на самом деле хороший вопрос. Готовы мы ли разговаривать с неверующими людьми о том, что интересно им, а не о том, что мы хотим им сказать? Читаем 24-25 стихи. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих». Ощущение, что я недавно это читал. «Да». «Как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». Смотрите, в этих двух стихах очень простые истины. Какие? «Бог, сотворил этот мир, Он, Господь неба и земли, Он ни в чем не нуждается, Он обеспечивает жизнь». Если бы Павел стоял в синагоге, эти вещи, зачем их вообще обсуждать? Иудеи и так это понимают, но перед ним аудитория другая. Сиудеи в синагогах они разбирали Писание, объявляли пророчество об Иисусе Христе, а здесь совсем другой вектор проповеди. Он говорит, вот простые вещи о Боге. Вообще-то Он воссоздал, ребята, Он вам жизнь дает, да, служение ваше ему не нужно, в храмах не живет. Есть вопросы? Да? С греками бессмысленно обсуждать то. Павел возвращает очень простые вещи философам, умным людям. И дальше, Иоанне 17, 26. «От одной крови Он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив только определенные времена и пределы их обитания». Какой замечательный отрывок. В этом в одном стихе фактически пересказ книги Бытиев и Уславов. «От одной крови Он произвел весь рот, и вот вы теперь все здесь живете». Да? Сейчас не имеет значения... То есть грекам не интересно, кто кого родил. Отличается. Ахурам родил Исаакам. То есть это никому не интересно в греческом культуре. То есть сейчас не имеет значения ни история, там, не знаю, Каина, Новая, Авраама, Исаака, Иакова, 12-ти, Карен Израиля, Моисея, Солома, Давида Соломона. Никому не интересно это в греческом мире, поэтому Павел об этом не говорит. Он всю эту длинную-длинную как-то эту историю сократил. Была одна кровь, сейчас нас могут. Все. Круто. Понравилась ли бы такая проповедь иудеям? Нет. Там история в детали. Иудея же дает глубины. Но не может глубину дать грекам Павел. А давайте к нашей проповеди вернемся. Ребята, но некоторые ожидают и глубину, и простоту одновременно. Ну, извините, конечно. То есть надо понимать, для кого мы проповедуем. Иисус брал учеников, когда не нужно было сказать что-то глубокое, но он их брал отдельно. А когда он разговаривал в Башовском пределе, он все притчами, притчами, притчами. И в итоге ученики не понимали. Совершенно другой подход. Дальше. Читаем 27-28 стихи. Значит, пределы их обитанию. «Дабы они искали его, не ощутят ли, не найдут ли, хоть он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорят мы его и род». Он говорит определение цели. А для чего все? Чтобы искали Бога, друзья. Вот это центральный мысль его проповеди. «Ощутят и найдут». Здесь в словах «ощутят» и «найдут ли», как бы в этих двух словах могут прочувствовать ситуацию и мистики, и рационалы. Есть те, которые любят ощущать Бога, есть те, которые любят его искать, его понимать. Сегодня утром общался с одним братом, тоже на эту тему. Есть люди, которым очень важно ощутить Бога, а есть люди, которым очень важно понять, что они только что ощутили. И что прикольно, отсылка к отечественной литературе. Павел делает отсылок к вашей стихотворце и говорят «мы его род». О чем это говорит? Павел знал греческую культуру, ориентировался в языческую культуру. Она ему зачем? К его образованию. Но он ее знал. И причем знал и к месту цитировал. Это на самом деле очень круто. И дальше. Павел в Протове делает два вывода. Почему выводы? Потому что два продолжения начинаются со слов «Итак». Первый вывод. В 29 стих он говорит. «Итак, мы, будучи родом Божьим…» Опять-таки. «Мы», включая греха, «мы, будучи родом Божьим». Не я, будучи родом Божьим, вы в грехе. Мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Первый вывод, который делает для греков Павел. Божество не нужно создавать искусственный образ. Это актуально для греков. И очень вызывающе. И Павел в конце концов сказал, что он хотел. Он, вот эти идовые, которые он видел, и которые ему в спокойствии не давали, он сказал вызов им. Сказал. Но как? Очень умело, осторожно и с уважением. И дальше. Стих 30-31. Второй вывод. «Итак, второй вывод. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил денег, которые будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Подав удостоверение. Смотрите. Второй вывод. Очень простой. Первый вывод. Короче, в вашу статую, ребята, у вас что-то с ними делать. Ну, другими словами. Второй вывод. Нужно всем покаяться, потому что будет суд. Вот вывод проповеди. А суд будет при участии Иисуса Христа, который воскрес. И это первое место в проповеди Павла, где он произносит имя Иисуса Христа. В выводе. В заключительном выводе. Он не так, как многим бы хотелось. Он не с этого начал. Он приводит это в самом-самом конце. Тут кому-то смешно будет. И только в последней фразе он говорит о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Почему? Как вы думаете, почему? Уже он знал, что сразу огурец начался. Да. Читаем следующий же стих. «Услышав воскресение из мертвых, одни рассмехались, другие говорили об этом, послушайте, а в другое время. И так к вам вышел из среды их». Совершенно точно. Продействуем эту фразу в самом начале. Я хочу рассказать о Иисусе Христе, который рассказал из мертвых. Он потерял бы аудиторию незамедлительно. Но предпочел рассказать им все довольно подробно. Подвел и сказался, что хотел. И потерял часть аудитории. Но к этому моменту он часть аудитории завоевал. Понятна логика? Именно это утверждение о воскресении Христа общество не приняло. Некоторые же мужи, стих 34-й, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ариапагид и женщина имени Ндамарь и другие с ними. Эффект все же есть. Это совсем другой инструмент благовестия. Это не ежедневный разбор писания. Это не синагога. Сколько отрывков из Гиблии использовал апостол Павел? Ноль. Ноль. Где? И я не синагога. Но ты же сам сказал. Он все будет. То есть он не ссылается. Вот, как говорят писания, но как говорили тароки. Ничего такого нет. Он говорит совсем другой язык, который понятен аудитории. И мы видим эффект. И причем эффект классный. Давайте прочтем отрывок 1 Калифянам 9, 19-23. Это то, что Павел пишет сам себе. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев был как иудеи, чтобы приобрести иудеев Для подзаконных был как подзаконных, чтобы приобрести подзаконных Для чуждых законов, как чуждых законов Не будучи чуждых законов перед Богом, но подзаконив Христу Чтобы приобрести чуждых законов Для немощных, как немощных, чтобы приобрести немощных Для всех, кто сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его Вот Павел говорит в своем отношении С иудеями, как иудеи, с греками, как греками к нашим реалиям. Мы как кто? Не, ну правда? То есть есть, ну, у нас своими как Рима церковь это понятно. Для мира мы кто? Что мы ожидаем? Что они станут как мы? Или все-таки нам надо быть? Здесь, понимаете, совсем другой подход, совсем другой. И, возможно, какие-то границы разума разрушить, чтобы понятие, как общаться со своими более эффективно. Могу проведать иудейским методом, могу греческим. Хотя бы некоторые будут спасены там, хотя бы некоторые будут спасены здесь. Все ли спасались через синагоги? Нет. Все ли спасались через метод вариопати? Нет. Но и там, и там были плоды. То есть Павел не использовал один инструмент, он использовал несколько. Вот о чем хочу сказать. Мы можем, когда мы во Христе, переставать понимать разницу между личными убеждениями и христианской культурой. Давайте поясню. Например, мы идеализируем форму богослужения. У нас определенная литургия, например, есть. Мы к ней привыкли. Вдруг что-то поменялось. Например, на собрании неженатых какое-то время назад мы отказались от пения. Почему? Ну, потому что у нас была другая задача для... Сейчас, наверное, не вернулись, да, пения? Да. То есть был период, несколько месяцев, мы обходились без пения. Мы собирались с учениками, начинали собрание. Ну, как бы, и были просто... А как вообще без пения? Это же... Грех. Ну, потому что цель собрания была просто другой, как бы, да. Если что-то поменяется в церкви, например, там, с беседами по Библии или там, ну, с каким-то форматом собраний... Почему это нас должно пугать? Это всего лишь форма. Это не, ну, не доктрина церкви, на которую мы упираемся. Я даже помню, когда мы меняли дресс-код на собрали у команды, там, пению, проповедников, это вызвало много вопросов. Ну, реально много вопросов. Потому что многие люди считали, что это не так должно все выглядеть, и никак по-другому. Если мы какие-то культурные факторы идеализировали, канонизировали, надо понимать, всего лишь форма, в которой мы действуем. А полочка или фантик? Фантик можно поменять, а конфеток это не поменять. То есть, я думаю, что если мы рассчитываем на проповеди евангельские, на обращение гостей, нам надо поменять фантик, чтобы он был привлекательный им, а не нам. Нам кажется, что если культура церкви изменится, то и фундаментальные убеждения изменятся тоже. Как будто мы этого чуть боимся. Но это не обязательно должно быть так. Давайте представим себе две маргинальные крайности. Представьте себе какую-то общину, которая свято хранит свое вероучение, доктрину. И ровно с такой же силой хранит свои предания. Не готовы ничего изменить. Представьте себе другую крайность. Есть какая-то община, которая говорит, мы будем как этот мир, мы будем всем для всех. Но точно так же они относятся и к тактике свои. Сегодня мы верим в это, а завтра мы верим в то. То есть, нам надо найти какое-то правильное соотношение, что мы в своем вероучении непоколебимы, но в культурном плане мы хамелеоны. Мы можем так, а можем так, и не видеть в этом проблемы. Вот что важно. Это на самом деле не просто, потому что самая большая проблема – это обновление нашего разума. Нам кажется, что если мы отменим беседы по Библии, то мир рухнет просто. Наш. Сережа, мир рухнет. Я не знаю, беседы по Библии бывают разные. Я знаю, что есть очень вдохновляющие встречи, прямо сказочные, где просто нравится быть как в празднике любви. Но я также знаю, что есть беседы по Библии, которые бессмертные взгляды, которые ученики присутствуют только потому, что это очищает их совесть. Потому что если я не приеду, то что-то со мной не так. Нет, ну давайте, есть разные. Я не хочу все по даду к ребенку, но давайте признаемся честно, у нас полно бессмысленно и беспощадных бесед по Библии. И мы придерживаемся этой практики, потому что мы привыкли, застолбили и не готовы у себя в разуме это поменять. Вместо того, чтобы собираться и бессмысленно пялиться друг на друга, можно взять и поехать кому-то в гости, сделать беседу по Библии там. Или разъехаться в разные места, а потом встретиться и подъедиться хорошим новостоянием. Гораздо есть большая форма, чем одна. Я хочу сразу сказать, это я не призываю, а к Нибиси под Библии. Смысл не в этом. Представьте себе здание с колоннами. Представьте себе здание с колоннами. Есть задача поменять какие-то разрушившие колонны. Вы не можете их поменять, пока вы другие не подставите. Вы ставите новые колонны, а потом разбираете старые. Если сначала забрать старые, все рухнет. Поэтому предлагаю, что нам нужно что-то новое. Это не значит, что нужно все старое подальше забыть. То есть, речь идет о том, чтобы подумать, какие новые методы у нас могут быть. Заскочить в эти методы и отказаться от бесполезных практик. Понятно, о чем я говорю? Да. А это требует от нас больше мозгового процесса. Осталось три коротких. Галатам 1, 13, 14. Галатам 1, 13, 14. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии. Это пишет Павел. Я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее, преуспевал в иудействие более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Неумеренный ревнитель отеческих моих преданий. Отеческие предания, традиции, да, какие-то закономерности в общине не рождаются просто так. Скорее всего, традиции, которые у нас есть, они своими корнями берут свое начало от положительного опыта прошлого. Что-то получилось хорошо, и мы взяли это на вооружение. Все это по библии, к слову, то же самое. Это были отличные мизионерские практики. Да. Скорее всего, все наши церковные практики берут свое начало от положительного опыта прошлого. Но время-то идет. И те практики, которые были когда-то актуальными, могут потерять свою актуальность. Нам надо следить, чтобы наши практики были актуальны и соответствовали времени. И не надо бояться исключить из нашей жизни практики, которые потеряли актуальность или стали бесполезными. Обновиться умом, придумывать что-то новое. Классический пример про клубнику и червяку. Допустим, я люблю клубнику. А рыба любит червяка. Если я иду на рыбалку, я не беру клубнику, который люблю. Я беру червяка, который любит рыбу. Я не люблю червяка, но я беру именно его. Потому что именно этот способ поймать рыбу. Я могу сколько угодно убеждать, что клубника лучше, но она будет весь червяка. Если мы хотим кого-то обратить, нам надо делать такими способами, которые понятны и которые хотят получить люди, которых мы хотим обратить. Если мы их пихлим в наши ценности, а они для них не ценны, мы не завоеваем их. Никак. Искать общие темы, правда, это на их языке. Еще есть такая штука, скажем, классный пример. Два примера расскажу. Какое-то время назад, несколько лет назад, крестилась сестра. Но до того, как она крестилась, она пришла первый раз на наше собрание. Сюда, кстати, в Москвич. И она пришла, одела то, что считала нужным молить, и, в общем, выглядела вызывающе. Ну, молоденькая девушка пришла, и, в общем, наши сестры, как это сказать, целомудренные, начали диалог с того, что так в церковь не приходят. И это, я хочу сказать, это очень плохое начало. Потому что лучше человек придет в церковь так, как не приходит, чем не придет вообще. И она уже здесь, и Бог ее привел. И надо ли сказать ей, вызывающе одежду? Надо. Но надо ли с этого начать? Или, как Павел сказал, «Добро пожаловать, ценю твои ценности». И в итоге сказал, что хотел, но как это было сделано? Но мы, вот как раз тот самый пример, когда мы наши ценности пиарим, когда они еще не интересны людям, которые хотят это слышать. Другой пример интересный. Крестился один брат, и тут, короче, такая история. Брат, ну такой, своеобразный, так скажем, был на момент изучения Писаний. И вот братья занимаются с ним Библией, и он проходит там все занятия. Но он, как сказать, у него такой простой язык общения. Он, короче, говорит братьям, «Баба мне нужна». Он мне научился еще говорить, что я хочу заставать отношения к тебе ставлю. Он говорит так, как это понимает. Понимаете? У него есть багаж, неграунт, мирской. И он говорит так, как в его голове это укладывает. И он, на самом деле, благодарен братьям, что они не стали рубить эту тему. Да. Ты чего поваришь на пользу? Слова ты в церкви не используешь. В церкви сказали, «Баба нужна, это хороший план». Знаете, он тебе плохо. Давай мы к этому вопросу вернемся. Знаете, что важно? Потому что, говорит ли он с утра в Христе или говорит «Баба» на своем языке, это не имеет никакого отношения к тому, будет он спасен сейчас или нет. Потому что сейчас задача не переделать его культуру, сейчас задача его обратить. И когда человек все равно за Христом, с этим уже можно иметь дело, и, ну, через пример. То есть, но мы сразу говорим, вот наши правила. И это пугает людей. А может быть, какая-нибудь женщина будет сейчас в битве, которая скажет примерно то же самое. «А у вас мужики нормальные в церкви есть?» И мы скажем «Есть!» «Баба еще есть!» Ладно. Это все станет важным, но потом. Мы не культуру несем, мы несем благовестие, мы несем спасение. И культуру вторично. Луки 10 глава стих 8. Иисус говорит «Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат». Представьте, что вы приехали в какой-то гость, в китайскую кухню. Вы приехали в Китай, и ваши китайские друзья предлагают вам перекусить. Один брат поехал на фабрику шелка в Китае и постановил всю технологию от шелкопрядов до шелковой рубашки на фабрике. И вот сидят женщины шелкопрядов этих размапливают и бросают в корзинку вот этих червячков в остатке. И он пошутил, говорит «А с ними чего вы будете делать? Потом, наверное, покушайте». Он пошутил. Они говорят «Собственно, да». Ну, короче, представьте, вы попадаете, и вам предлагают какую-то кухню непривычную для вас. Иисус говорит «Ну, примут вас, почему он предложат, то и ешьте». Вы не скажете, китайцы, что я не понял, подожди, подожди, где борщ? Украинский, с бабушками. Смотрите, что хочу сказать. Мы проповедуем благую весть, но мы не определяем культурную среду. Нам хочется культуру нести. Вот как все должно происходить, вот как должно быть все правильно с нашей точки зрения. Но на самом деле мы не можем сказать «Я научу тебя готовить еду», или «Я научитель христианской культуры». То, что мы можем предложить людям, я научу тебя, как спастись. А вот какая культура при этом, это совершенно другой процесс. Я считаю, что в нашей церкви культура имеет слишком большое значение, больше нужного. Нам надо быть более мультикультурными, более свободными в этом плане. Свои мозги как-то переизменить. И последний отрывок он филе 28-19-20. Конечно, как же без него. Под новым углом посмотрим. Итак, идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сынадцатого Духа. Учая их соблюдать все, что я предъявил вам. И сея с вами его среди до скончания века. Аминь. Под каким новым углом можно посмотреть на это? То есть вы? Это сказано кому? Апостолы. Апостолы кто по национальности? Иудеи. Иудеи с язычниками не сообщаются. Правильно? Да. Но тем не менее в этих словах Христа они должны были увидеть, что им предстоит это сделать. Да? Во все народы. То есть все народы означает все народы. То есть они должны были пойти к людям, которым они не сообщаются. И они это не увидели. Почему мы понимаем, что это не увидели? Потому что когда апостол Петр, в 10 главе книги Деяний, сталкивается с такой ситуацией, наконец-то, он в это не может поверить в шоке. Да. Или очень чистого и куда не ел. Замкнутые иудеи, которые замыкались и сторонились с другими нациями, должны были сделать этот шаг за пределы своей культуры. У них конфликт там был. В 15 главе книги Деяний его разбирали. Как там следовать законам, не следовать, опрезаться, не опрезаться. Большой был процесс, но они сделали шаг за рамки своего сознания. Должны были сделать и сделали. И наверное смысл, о чем я хотел главной мысли донести, нам надо делать шаги. И за рамки нашего сознания выходить, как обращать людей. Мы должны делать вещи, которые никогда не делали, но нам надо что-то делать. Потому что если мы как замкнутая система, как вы знаете Дубая, замкнутая система стремится к саморазрушению. Есть такие принципы. Все народы, это не только нации. Проповедуя это течение на языку для азиатских церквей, я сказал, что у нас таджиков в Москве сейчас больше, чем в Таджикистане. Обращать все народы можно в Москве. Но дело не только в нациях. Потому что есть культурные различия, есть возрастные различия, есть социальные статусы. Нам надо научиться. Нам надо иметь больше, чем один инструмент благовестия. Даже больше, чем только первые длицы. Поставленные на поток и которые мы уверены далее вперед. Нам надо научиться сделать Евангелие привлекательным для людей. А это значит, что план по спасению мира равно план обновления нашего образца. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...